Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам рассказать про топ-8 библиотек Python для машинного обучения и искусственного интеллекта. Хорошо, начнем с номер один. Это TensorFlow. Классная библиотека для того, чтобы проводить с помощью нее сквозное машинное обучение на Python для выполнения высококачественных численных вычислений. С помощью этой библиотеки можно построить глубокие нейронные сети для распознавания образов и рукописного текста, а также рекуррентные нейронные сети для НЛП, обработки, например, естественных языков. Также есть модуль для векторизации слоев. Этот фреймворк очень классно имеет архитектурную поддержку, которая позволяет вам с легкостью производить вычисления на самых разных платформах, на десктопах, серверах и мобильных устройствах. Следующая библиотека — это библиотека Keras. Одна из основных библиотек Python с открытым исходным кодом, написанная для построения нейронных сетей. Keras может работать совместно с CensorFlow и другими библиотеками. В этой библиотеке реализованы практически все автономные модули нейронной сети. Оптимизаторы, нейронные слои, функции активации слоев, схемы инициализации, функции затрат и модели регуляризации. Это позволяет вам строить новые модули нейресети, просто добавляя функции или классы. Библиотека Keras особенно удобна для начинающих разработчиков, которые хотят проектировать и разрабатывать собственные нейронные сети. Третья библиотека — это Fiano. Это библиотека, можно сказать, просто математическая библиотека, которая позволяет вам определять, оптимизировать и вычислять математические выражения. Основой большинства приложений искусственного интеллекта как раз и является многократным вычислением всяких математических выражений. Fiano позволяет вам проводить подобные вычисления много-много раз быстрее. Она отлично оптимизирована под ГПУ. И она может работать с очень большими нейронными сетями. Следующая классная библиотека — это SkitLearn. Очень известная опенсорсная библиотека для машинного обучения на Python. Она имеет очень большой спектр алгоритмов кастеризации, регрессии, классификации, градиенты, бустинг, случайный лес, ну и так далее. Она легко взаимодействует с другими библиотеками, такими как NumPy и SkyPy. SkitLearn поддерживает алгоритмы обучения как с учителем, так и без учителя. Пятая библиотека, о которой я хотел вам рассказать, это PyTorch. В этой библиотеке очень много примеров и приложений, и вариантов использования, которые вы можете посмотреть и сразу же включаться в разработку вашей собственной нейронной сети для вашего искусственного интеллекта. Она поддерживает вычисления на ГПУ и ЦПУ, обеспечивая оптимизацию и масштабирование распределенных задач обучения. Говоря об искусственном интеллекте, нельзя исключить самую главную библиотеку NumPy. Это библиотека линейной алгебры, которая разработана на Python. Очень много программ используют именно эту библиотеку в своих вычислениях. В эту библиотеку входят функции для работы со сложными математическими операциями линейной алгебры, алгоритмы преобразования Фурье и генерации случайных чисел, методы для работы с матрицами и энмерными массивами. Она применяется в научных вычислениях. Библиотека Pandas очень полезна для подготовки данных, потому что при машинном обучении, когда вы тренируете вашу нейронную сеть, очень много времени уходит на подготовку именно этих данных к нужному виду. Именно поэтому эта библиотека и позволяет вам легко работать с этими данными. С помощью нее вы можете читать данные из любых источников, CSV файлы, базы данных SQL, любые файлы JSON и Excel. Также она позволяет производить сложные операции с данными с помощью всего одной команды. Последняя восьмая библиотека, о которой я хочу вам рассказать, это библиотека Seaborn. Эта библиотека позволяет вам визуализировать ваши данные. Очень классный инструмент. То, что вы все обучили вашу нейросеть, создали ее, но в итоге вы хотите все это отобразить на экране. И именно сюда к вам на помощь приходит эта библиотека. Она позволяет вам построить всю визуализацию буквально за пару команд. Она может выводить графики, временные ряды, типовые карты, ну и любые другие. Здесь очень много примеров. Для начинающего разработчика на Python, который работает с искусственным интеллектом и создает свои собственные нейронные сети, эти топ-8 библиотек просто must know. То есть вы должны их знать и, конечно, уметь с ними работать. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект, нажмите на кнопочку «Спонсировать» либо перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание.